Мы как министр сельхоз сделали ряд предложений по субсидированию ставки на кредиты. Мы находимся сейчас перед весенним полевыми работами. И нужно сказать, что очень серьезное решение. Министр позавчера проводил совещание, где было четко сказано о том, что для сельхозтоваропроизводителей будет полностью компенсироваться ключевая ставка. То есть если я беру кредит по 25%, то вот эти 20% будут полностью субсидироваться. Это очень важно, особенно на фоне весенних полевых работ. И разумеется, это скажется потом на то, чтобы не было резкого скачка цен. На сегодня производство молока, мяса и всего остального в том числе зависит и от цен на энергоносители, на свет, газ, ГСМ. В том числе вот сейчас с переработчиками ведем второй день большие серьезные переговоры, потому что подорожала упаковка. И вы же понимаете, упаковка, она производится, как правило, не в Оренбургской области. Вот это те элементы, которые в том числе и от этого зависят. Но в то же время мы будем смотреть, и очень бы хотелось бы, очень хотелось бы, мы сейчас дали предложение федерального правительства на то, чтобы в закрытые учреждения, в школы, в больницы, в детские сады, все-таки, может быть, даже прямыми постановлениями, прямыми соглашениями шли продукты непосредственно наших перерабатывающих предприятий. Смолкозаводов, мясокомбинатов, мельниц и так далее. Почему? Потому что сегодня очень много фирм-прокладок, которые на торгах опустили цену, и они не вкладываются ни в какие сейчас показатели. То есть сегодня многие просто перерабатывающие предприятия проиграли в этих, потому что торги выиграны ниже себестоимости. Я считаю, с такими категориями нужно, конечно, закону нужно просто-напросто расторгаться, чтобы вот этих вот, ну, мягко скажем, прохиндеев на рынке не было. И чтобы продукция поступала качественная, потому что это бюджетное финансирование. И многие закрытые учреждения отторговались на год, и они будут просто не готовы. И сегодня нашим детям и людям, которые поправляют здоровье, конечно, нужна продукция достаточно дешевая и в то же время очень качественная.